Хелло народ, привет мамуля! Остер умен, неотразим, король стендапа Ломкин Дрюля. Такой нехитрый псевдоним. Зигзаги наша жизнь рисует, а мы заложники ее. И многое меня волнует. Сказать точнее, волнует все. К примеру, что? Запрет курения. На днях покушать я забрел в одно крутое заведение, короче, в ресторан орел. Ну, съел какой-то дряни с мясом, ну, выпил, вышел покурить. А по закону я обязан на 20 ярдов отходить. Вообще, в законе были метры, но я на ярды рассчитал. Не то, чтобы точно так, примерно. Ну, отошел, короче, встал, стою, курю, дышу озоном, ну, в перемешку с тубочком. В ушах наушники с музоном, подходит малый со значком. Такой значок прямоугольный, на нем охранник Николай. Я говорю, значок прикольный, а он отваливай, давай. Я говорю, ты че, Никола? Я 20 ярдов отсчитал. И вдруг читаю, бар Виола, и рядом лестница в подвал. Прости, начальник, не заметил, но был неправ, уже ушел. Тушу, короче, сигарету, иду под вывеску с орлом. Потом налево 20 ярдов, ну, там-то точно покурю. А там хинкальная с бильярдом, и рядом чайхана урюк. Потом пивная Миннесота, за ней стекхаус Гондурас. А мне курить до слез охота, причем не завтра, а сейчас. Идти направо смысла нету. Налево я ходил облом, но ведь народ же курит где-то. Иду под вывеску с орлом, и 20 ярдов тупо прямо через дорогу напролом. А там пиццерия, пергамы и шоколадница, облом. Но дальше я в поры и страсти ненормативно говорил. И после на проезжей части сел на асфальт и закурил. И как-то легче стало сразу. И вовсе нет табака. Мне просто выхлопные газы и копоть вставили слегка. И я прозрел, друзья, от счастья. Какой я раньше был дурак. Кайфуйте на проезжей части. Вставляй лучше, чем табак. В любом количестве, бесплатно. Сидишь в общественном дыму. И по закону все обратно. И не мешаешь никому.